Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Клюева. Я художник, занимаюсь исследованием народных традиций и традиционной народной куклы. Сегодня специально для вас я проведу мастер-класс по изготовлению русской народной куклы Столбушка. Куколка Куколка – это одна из самых древних куколок. В основе у нее столбик из ткани делался. Плотную ткань брали, желательно домоткань, и делали столбик, чтобы куколка хорошо стояла. Обратите внимание, что у куклы нет лица. Да, традиционно делались народные куклы без личика. Но когда кукла поживет уже в доме некоторое время, разрешалось ей уже нарисовать или вышить лицо. Вот такую куколку мы сегодня с вами будем делать. Истоки Русское слово «кукла» произошло от греческого «киклос» – круг. Таким названием обозначали некий сверток или пучок соломы, который девочки любили пеленать и качать, проявляя материнский инстинкт. Первоначальное изготовление куклы, которое считалось оберегом, было исключительно женской прерогативой. Мужчины в этот момент не должны были присутствовать даже где-то поблизости. Ткань для основы куклы – плотная ткань. Для личика и ручек – светлая ткань. И несколько видов разноцветной ткани для юбочки, передника и платочка. Конечно, куколка будет складываться из нескольких элементов, и их придется связывать. Нитки лучше брать хлопковые, ну, в общем, натуральные, чтобы они легко рвались. Сначала изготавливаем основу куклы. Делаем скрутку или столбушку, как проще ее называть. Видите, столбика будет основа куклы. Делаем столбик, закручивая ткань. Ткань закручиваем медленно, аккуратно. Столбик не всегда сразу получается, особенно у тех, кто делает первый раз. Но ничего страшного. Мы сделаем аккуратненький столбик. Свяжем его в нескольких местах ниткой. Отметим, где будет головка. Нитку отрываем, потому что у нас это кукла из серии «Обереговая кукла». Ну, и, конечно, с ней могли дети играть. Отрываем. Внизу закрепляем этот столбик, чтобы он не расходился. Несколько раз прокручиваем. Так же отрываем нитку. Лишние нитки заправляем просто в столбик. Сделали все. Теперь, чтобы головка была круглой, немного всегда добавляли или очесы льна, или ветошь, если не было льна. Немножечко делали округлую головку. Так вот, смотрите, как она получается. Теперь немножко закрепим. Если у нас лен или ветошь, мы прикрепили немножко, чтобы она у нас не сползала от оголовка. И сверху надеваем ткань. Закрываем личико. Будет светлое лицо, белое лицо. Считается белоликой должна быть куколка. Закрываем. И вот так вот расправляем все. Со стороны лица, чтобы не было морщинок. И заодно у нас получатся и ручки. Вот с этой стороны у нас будет лицо. Закрепляем так же по шейке. Примерно там, где заканчивается головка, у нас будет шея. Завязываем так же. И отрываем ниточки. Ниточки оторвали. И теперь смотрите. Вот у нас будущее ручки. Столбик, личико и ручки. Ручки мы делаем таким образом. Смотрите внимательно. Этот уголочек мы закладываем. Складываем уголочку с двух сторон, чтобы у нас не было видно махрушек от ткани. И формируем ладошку куклы. Вот такая вот ладошка получается. Так же мы ее аккуратно завязываем. И получается у нас первая ладошка. Так же сделаем и вторую. Нитки лишние можно заправить внутрь, чтобы они не болтались. Вот такая вот у нас ладошка у куколки будет. И так же сделаем вторую. Ну, конечно, надо посмотреть, чтобы ручки были одинаковые. Вот смотрите, чтобы иногда получаются ручки разного размера, но желательно, чтобы сразу не переделывать, сразу померить, чтобы ручки были одинаковые. Так же делаем вторую ручку. Вот такая у нас получилась основа кукол. Любопытно. Все славянские куклы на Руси делились на три вида. Игровые, обрядовые и обережные. Каждый из этих видов имел свою задачу и правила использования. Самые простые в изготовлении – детские. Они были призваны развлекать и приносить радость. Делали эти игрушки в виде людей, животных и даже птиц. Обрядовые куклы на Руси мастерили исключительно к определенному событию. И не только для таких праздников, как Масленица или Иван Купала, но и для семейного торжества. Обережная кукла могла быть как индивидуальной, так и семейной. Первая создавалась для конкретного члена семьи, обычно для женщины, ведь именно она отвечала за продолжение рода. Ну, конечно, эта куколка у нас красивая, дородная должна получиться. Небольшой кусочек льна мы добавим, чтобы у нее впереди была грудь. Вот так вот мы добавляем. Теперь можно завязать. Вот здесь вот у нас получилась такая вот грудь у куклы. И завязываем опять нитками, чтобы уже у нас все было на месте. Теперь мы будем наряжать куклу. У нас есть нижняя юбочка. Я взяла ее красивая кружевная будет юбка у нас. Будет она у нас внизу. Вот внимательно смотрим, как ее прикручивать. Кладем куколку вниз лицом. Заворачиваем. Так. И так же прикручиваем ниткой. Это называется изготовление юбки выворотным способом. И теперь выворачиваем ее вниз. Юбочка у нас уже готова. Это нижняя юбка. Вот такая у нас куколка получается. Берем уже верхнюю юбку. Верхнюю юбку мы уже делаем более красивую. Объебаем. Это уже у нас юбка называется панева. Так в старину называли юбки, которые носили женщины. Также мы ее кладем в куколку. Но уже кладем ее. Будет уже вверх лицом лежать. Юбочку мы прикладываем к кукле. И так же ее уже теперь впереди. Она у нас будет расходиться. Также завязываем. Нитку отрываем пока. Есть возможность у нас не использовать ни ножницы, ни другие режущие предметы, иголки. И вот такая у нас получается красивая юбочка. Чаще всего, конечно, делали паневы из ткани в клеточку. Потому что их сами ткали. И клетчатые ткани были очень широко распространены. И вот такая у нас получается веселая, хорошая куколка. Ну, конечно, носили еще, чтобы закрыть переднюю часть, носили еще переднички. Передничку я уже приготовила. Вот такой у нас красивый, с кружевами, с отделкой. Передник это у нас такой нарядный. Также делаем выворотным способом. Привязываем. Выворачиваем его. И привяжем красивый поясок. Пояс был непременным атрибутом костюма. Вот такая куколка. Уж замуж не втерпешь. Без куклы на Руси и замуж было не выйти. А все дело в том, что когда к девице приезжали свататься, родители невесты выставляли все рукодельные работы дочери, символизирующие ее материнство и аккуратность. Если смотрины проходили удачно, то молодая жена вскоре раздавала игрушки подружкам. Ну, теперь мы будем украшать ее головку. Головку мы украшаем или тесьмой, или шитьем. Вместо повойника можно использовать тесьму или шитье. Вот здесь вот впереди накладываем так, чтобы немножко было закрыто. Лобик закрыт. Прикручиваем, чтобы уже повойник у нас никуда не делся. И самое главное еще считается подобрать платочек. Платочек должен быть красивым, подходить к наряду куклы. Сейчас мы подберем. У нас платочки тут разные. Я думаю, вот этот вот подойдет. Платочек сначала отвернем. Вот там, где я живу, на севере Подмосковья, платочек повязывали, как говорили, домиком. То есть, небольшой такой вот уголочек делали. И сзади повязываем на узел. И куколка практически будет готова. Сзади завязываем. Вот и все. Вот смотрите, какая у нас красивая куколка получилась. Надеюсь, что у вас также получатся такие же красивые куколки. И желаю вам творческих успехов. Если что-то тут немножечко вылезает, можно поправить. Сделать покрасивее личико. Эта куколка будет вас радовать. Радовать с ней можно поговорить. Поставить ее дома. Детям можно с ней даже поиграть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова